В 2014 году я работала в Сосской Буде, доила коров, потом забеременела сыном, уехала на Украину, там уже рожала, так как я гражданка Украины. То есть ваша жизнь в принципе связана с Беларусью, вы в Беларуси побывали, а родственники здесь нет? В Беларуси родственников у меня нет, километров 5 до нашего села, мы не очень далеко от Беларуси живем. Сюда мы пришли перхожие, детками до беларусской таможни, а тут уже на автобусе привезли сюда, с детками. А проблем в пересечении Беларуси? Не было никаких, прошли спокойно, тихо, все хорошо. Ну, как сказать, мы боимся за своих детей, за свою жизнь, мало ли, что мы можем. Мои дети, наши детки ни в чем не виноваты, из-за того, что сейчас идет, а в Украине такая война. Каждая мама переживает за своих детей, каждая. Нас и что много, некоторые сестры тут уехали к своим родням, мы уже сюда проделились. Будем проситься в колхозу, Соску Буду, чтобы нам выдали дом, и мы туда уехали на работу. Но в Украине нам делать больше нечего, работать там не будет. Детки надо проделять в школу, в садки, чтобы они учились, и тому дальше. Но вы об этом уже говорили? Говорили, ну, нам сказали, что надо обращаться к кому-то. В миграционной службе к нам приходилось, и так далее. Они говорят, ну, это же не от нас уже зависит, нам надо к предприятию какому-то обратиться, чтобы нам дали дом и работу. Ну, вы подали документы, что ли? Ну, у нас же брали документы, нам же дали, что мы месяц, тут миграционно нам дали, что мы месяц здесь можем, ну, пока говорить. Тогда придут на следующей неделе, будут и снова по поводу детей, чтобы в больницу. Так как мы уже беженцы считаемся, нам бесплатно будет больница тут у Белоруссии. И теплая, добрая, постель, чисто, за все спасибо. За прошлые сутки пропущено через государственную границу пункт упрощенного пропуска было около 90 граждан, которые смогли оказать помощь своим родственникам, передать продукты.